Мама, папа, а можно я поиграю? Конечно, как правило, отвечают родители своему чаду, ведь это так удобно, ребенок занят и не докучает своими, а почему? Но что происходит дальше, мало кто задумывается, ведь родители, как правило, не интересуются тем, во что играет ребенок и сколько времени он это делает. Получается, что тем самым сами же родители подталкивают своих детей к страшному недугу компьютерной зависимости. Как она проявляется, чем она страшна и как можно излечиться от нее? Вопросы есть, и мы начинаем. Здравствуйте, уважаемые гости. Тема сегодняшней программы «Компьютерная зависимость». У каждого из нас есть свое мнение в отношении данной проблемы, и сегодня я попрошу вас высказать свою точку зрения в рамках программы «Есть вопросы». А начать я хочу с Александра Николаевна. Я знаю, что вы тот человек, который не понаслышке знает, что такое «Компьютерная зависимость». Расскажите, пожалуйста, как это все произошло? Ну, произошло очень просто. С утра до вечера мы работаем, а ребенок предоставлен сама себе. Как в большинстве семей? Как обычно, да. И сами того не заметили, мы сами не заметили, как наш ребенок стал зависим. Да, стал зависим. Мы обратили внимание очень поздно, тому, как она перестала ходить в школу, перестала ухаживать за собой, собственно, закрыла в своей комнате. Для нас это было таким ударом, потому что, честно скажу, я сейчас, в данный момент, когда вот все это произошло, это прошло, я никому не пожелаю родителям пройти через это. Поэтому всегда говорю, занимайтесь детьми, любите их, обращайте на них внимание, обращайте на то, чем они занимаются, сидя у компьютера. И, в общем-то, было очень сложно, было очень тяжело. Были предоставлены сами себе такое ощущение, что я и мой ребенок никому не нужны, потому что это наша проблема. Наша проблема. Ни один доктор, ни один врач нам не поможет. Единственное, кто может помочь, это мы. Мы родители. Естественно, соответственно, мы уделили, не то, что уделили, мы дали ребенку то, что не могли дать в течение вот этих лет, потому что все занятое. Любовь, внимание, тепло, ласку. Ну, она, в принципе, не обделена была. Но на данный момент мы лечились очень долго. В восьмом классе первую четверть мы учились, вторую, третью четверть мы не учились. Четвертую мы, нам, слава богу, помогли. Я так думаю, что и поэтому мой ребенок, она сама осознала, она пришла, если ребенок болен, вы будете нотации читать, говорить, не поймет. Ребенок должен понять сам. Если ребенок больной, он сам должен понять, что ему это надо, что он должен быть нормальным человеком. Спасибо. Давайте вот, Нина Алексеевна, скажите, пожалуйста, мы видим, благополучная семья, да, постигла такое несчастье, такое горе. Социальный портрет семьи у нас какой в округе? Можете обрисовать его примерно хотя бы? Ну, по большому счету, на самом деле. У нас большинство родителей работают. И, наверное, к сожалению, не всегда обращают внимание на необходимость попытаться успеть везде. Наверное, этим и достигается нормальное семейное счастье, нормально воспитанные дети, когда родители просто разграничивают работу, дом, прежде всего семью, потому что дом и семья – это не всегда одно и то же. Можно иметь красивый прибранный дом, но иметь как раз не имеющих внимание близких людей – мужа, детей и так далее. Поэтому нужно любому человеку распределить эти обязанности по полочкам. Как бы нам ни было трудно, нужно обязательно находить время во всем. Не должно быть на первом месте работы, как бы мы ни были заняты на работе. И как бы ни говорили, что время нынче такое, господа, работают. Я могу привести пример. Я, наверное, не самый незанятый человек на работе. Все видят, как вы работаете. Я работаю руководителем департамента, очень рано прихожу на работу, очень поздно часто с неё ухожу, но у меня семья, у меня муж, у меня двое детей. Ну, старшенькому всего на всё, 36 лет. У меня трое внуков, младшенькому из них два с половиной года. И как бы ни было трудно, я всё равно пытаюсь хотя бы минутку когда-то уделить внимание своим детям, своему супругу, своему дому. И это правильно. То есть не может для человека работа решать всё. А что касается компьютерной зависимости, в силу своей профессии я 40 лет занимаюсь компьютерами. И вот видите, зависимость меня приобрела. Хотя умею работать и на телефоне, и на планшете, и уже на всём. Все гаджеты, которые я сейчас придумала. Да. Всё, что есть, я всему уже научилась. Но вы понимаете, проблема в чём? Нужно разграничить и видеть, что радость жизни у человека – это не одиночество, а радость жизни – это общение. Спасибо. Лариса Андреяновна, к вам хочу обратиться. Вот, как было сказано вначале, не заметили, как появилась компьютерная зависимость, если похватились, да, как говорится, когда уже у ребёнка очевидные стали проблемы. Расскажите, пожалуйста, природу зависимости и как распознать в начальной стадии? Ну, природу зависимости любых, и компьютерную в том числе, в том, что это уход от реальности. И тут нарушен, в принципе, принцип моста такой называемый. Реальность, уход от реальности и обратно в реальность. В общем, реальность, виртуальность, реальность. Когда дети без ухода, они всё, что происходит в компьютере, они это могут проанализировать, но вернутся в реальный мир. А когда этот принцип моста нарушен, тогда они уходят туда, в тот виртуальный мир, и как бы там зависают, там остаются. И тогда для них совершенно нарушается естественный ход вещей. Тогда там смерть – это не смерть, а то, что можно вернуть. Там любое разрушение – это то, что отматывается обратно. И поэтому вот настолько это зависает, что уже становится… Вот тогда становится понятно, потому что для них реальность перестаёт существовать. Ну, а почему происходит? Потому что, видимо, изначально всё-таки в реальности происходит что-то такое, что ребёнка не устраивает. И заметить можно плонность ребёнка к уходу от реальности, когда он начинает фантазийный мир, ещё в детском саду уходить. Он начинает фантазировать, и так фантазировать, что… Ну, фантазия – это здорово. Творческий режим – это хорошая вещь. Но когда они настолько заигрываются в этом, и в это начинают сами верить, а ещё если взрослые и окружающие им подыгрывают, вот это уже начинается первый звоночек, когда надо подумать о том, что вот этот уход, он для него ребёнка более нравится. В другом мире, нереально, так сказать. В другом мире, да. То есть родителям не всегда стоит поддакивать и подыгрывать своим детям, получается? Нет, конечно, поощрять творческий режим обязательно надо, но надо сказать, ой, как здорово ты придумал. Вот слово «придумал», то есть я вижу, что ты придумал, ну ты так здорово, это замечательно, но это как бы выдуманный мир. Вот этот механизм… Надо очень тонкую грань, да, Лариса Андреяновна. Для того у нас есть психологи, если что, можно обращаться, решать свои проблемы. Поможет психолог с компьютером в зависимости? Ну да, если, конечно, она ещё приобрела форму не такой сильно серьёзной болезни. А вообще, конечно, тут обязательно тройственный союз, специалист, родитель, ребёнок. Потому что меня приглашали когда-то вот именно как раз к ребёнку к зависимым компьютерами, и мама обеспечивала ему всё удовольствие у компьютера с питанием и со всеми остальными вещами. Поэтому, конечно, тут надо, чтобы родители тоже включились вот в этот режим. Спасибо. Дмитрий, я хочу обратиться к вам. Вы были героем видеоролика, который снимала наша телерадиокомпания, и как раз-таки он был посвящён зависимости компьютерной в том числе. Вы, на мой взгляд, достаточно хорошо вжились в роли. Предлагаю сейчас посмотреть этот ролик, а потом немножко обсудить, как вам удалось пережить всю ту атмосферу, которую вам предлагали создать. Пиво, музыка, телевизор, компьютер. Так проходит время. Так может пройти вся жизнь. Кем вы станете через 20 лет? Старым, одиноким подросткам? Или главой дружной семьи? Семья, счастье и смысл жизни человека. Будущее внутри нас. Дмитрий, ну вот расскажите, вам понравилось быть героем этого ролика? Человеком, который полностью потерял ту реальность, о которой говорила Лариса Андреяновна ранее. Ну, это, можно сказать, непридуманная роль, несколько, потому что в свой период жизни ранее я что-то подобное уже проходил. Я также пропадал в компьютере. И также вёл такой бесполезный образ жизни, как показано на примере моего героя в этом ролике. И я впоследствии уже потом понял, что любая зависимость — это ведь поиск счастья. И если его не там искать, то есть люди ищут его. Кто-то в компьютерных играх, кто-то в наркотиках, кто-то в алкоголе. И все здравомыслящие люди знают, что там нет настоящего счастья. Там есть какое-то временное успокоение своих потребностей, которые впоследствии приносят потом негативные какие-то эффекты. А чем вы себя заменили? Вот те радости, которые получили от компьютера, чем вы заменили? Что пришло на замену? Я начал читать книги, я начал обращаться к каким-то философским знаниям, которые помогают развивать качество характера, которые помогают жить в обществе, а не вне его. Потому что любая компьютерная игра, я помню, когда я был фанатом одной онлайн-игры, я понимал, что я погружаюсь туда, и мне уже ничего не надо. Мне не хочется есть, мне не хочется пить. Я весь там, я забывал просто периодически, я целый день мог сидеть играть, и вечером вспоминал, что я, оказывается, не поел. Я быстро что-то перекусывал, опять играл. То есть грань реальности стиралась. Я находился там, в этом мире. И потом уже, когда в повседневности действуешь, понимаешь, что тебе хочется, чтобы здесь все было как в игре. То есть если ты что-то сделал неправильно, можно сразу отменить. И получается, что это закладывается уже такая модель поведения человека, то есть у него теряется ответственность за его поступки. То есть он, когда действует, он понимает, что «а я же могу вернуть, как в игре». И из-за этого получается, что человек выпадает из общества. Даниил, можно обратиться к вам? Вы работаете непосредственно с молодежью. Расскажите, пожалуйста, может быть, у нас в округе не создана база какая-то для развития творческих способностей, либо каких-то других спортивных для молодежи, раз они вот так. У нас, по крайней мере, два примера в студии компьютерной зависимости, либо это что-то другое. Ну, я хочу сказать, что у нас как раз-таки для молодежи очень много создано. И наш регион от многих отличает то, что у нас многие вещи абсолютно бесплатные, начиная вот эти, ну, практически все учреждения топ-образования по разным профилям, спорт, творчество, все работают абсолютно бесплатно, было бы желание. Но я немножко о другом хочу сказать, то есть мой подростковый возраст выпал как раз на тот период, когда компьютеры стали появляться в семьях, и у меня очень много было, ну, по этим признакам, зависимых от компьютера друзей. Ну, как-то с возрастом просто уже прошло там 10-15 лет, я смотрю, что все переросли. И те, кто были зависимы, они просто стали профессионалами в IT-сфере. Остальные просто от этого отошли. Я просто сейчас вот так в голове размышляю, по сути, компьютер – это всего лишь инструмент, это как машина, на ней можно, извините, возить людей, зарабатывать деньги, грузы возить, добрые дела делать, а можно устраивать беспредел на дорогах. То же самое компьютер. Поэтому я считаю, что сейчас вот нынешнее поколение родителей, то есть мой возраст даже, да, вот мои ровесники – это, в принципе, люди, которые в компьютерах разбираются. Мне кажется, что просто родитель должен погружаться в то, чем живет ребенок, в том числе, в компьютере. Ведь он может там, ну, грубо говоря, залипать, сленгом говоря, в компьютерной игре или в социальной сети, а может действительно саморазвиваться, заниматься программированием. И это, вот эти вот вещи нужно поддерживать, и это, возможно, ну, сориентирует его в профессиональной сфере и в дальнейшем он станет специалистом. Спасибо. Да. И тем более, можно сегодня есть технические возможности все это сделать под контролем любое программное. Вот есть сегодня есть iPad, iPhone. Даже не обязательно иметь у каждого iPad. Вы своему телефону можете с одним и тем же именем дать ребенку iPad, и у вас на телефоне будет видно, во что он играет, какими программами он интересуется, в какие сети он заходит. То есть вы можете помочь ребенку направить его, сколько времени он может заниматься, что он может в компьютере делать. И даже, понимаете, ведь компьютер – это большое средство обучения. Игра – это большое средство обучения. Ведь маленького ребенка начинает обучать, играя. И компьютер тоже можно использовать во благо ребенка, а не во вред. Вот это и должно быть родителям прежде всего достигнуто. Здесь, может быть, есть необходимость сегодня вот в этих наших больших творческих коллективах в рамках молодежной среды, может быть, какую-то школу для родителей, помочь им ориентировать ребенка в этом направлении. Ну да, не просто посадили играть. Может быть, есть необходимость такая, и, может быть, действительно такое нужно сделать, чтобы не получилось вот тех больших проблем, которые возникают, зависимо. Ольга Алексеевна, да, сейчас я хочу спросить как раз-таки человек, который работает с детьми и работает с детьми через компьютер, да, в частности. Вот расскажите, пожалуйста, как выстроена ваша работа? Дело в том, что действительно здесь нужно найти золотую середину использования гаджетов, потому что если мы их внедрили в наше общество, то есть они для чего-то нам нужны. Опять же-таки, кто как его использует. В целях образования, конечно, интернет-ресурс, он должен направлять ребенка, он должен помогать ему находить нужную информацию, структурировать ее и анализировать, подготавливать необходимые доклады, которые он мог бы представить по тому или иному вопросу. Другой вопрос, опять же-таки, как научить ребенка правильно находить нужную информацию и не запутаться вот в такой объемной среде, да, информационной, нужно учить ребенка именно правильно находить информацию и правильно искать то, что ему необходимо. Ну и удается это делать? Как вот вы можете оценить? Да, в какой-то степени, конечно, удается. Есть проблемы, потому что все-таки мы каким-то образом в школах пытаемся фильтровать заход в сеть детей, детей, но дома все-таки, наверное, тут в большей степени доступ свободный, и здесь должен контролировать родитель в первую очередь. Я соглашусь, потому что, когда я прихожу к своему ребенку в школу, я принципиально захожу в сеть школьную, там ты не попадешь в социальные сети или еще куда-то, там вот все строго, что нужно для образования. Александр Ильич, хочу вас спросить, вы в нашей студии выступали против алкоэнергетиков, что можете сказать против компьютеров? Либо, может, наоборот, вы только за? Ну, я скажу, что компьютеры — это данность, от которой мы никуда не уйдем, и уходить не надо, потому что мы прекрасно понимаем, что сейчас, наверное, развитие нашего общества, оно как раз будет проходить именно в этом направлении, поэтому бороться с этим явлением просто не надо. Еще раз повторяю, это данность, это первое. А вот когда мы говорим в контексте нашей передачи о компьютерной зависимости и вкладываем сюда негативный негативный смысл, то как раз вот наши герои-героини, как говорится, вот они попали либо в игровую зависимость, либо в те социальные сети, которые могут быть в том числе и рискованными. Мы об этом хорошо наслышаны, как говорится. Поэтому, конечно, вот к этой проблеме надо, наверное, подойти средневзвешенно. Да, работа. Да, развитие мышления. Но, с другой стороны, нельзя, чтобы компьютер подменял всю реальную жизнь, потому что, ну, не может, наверное, все-таки пока еще компьютер подменить тепло, книги, человеческие общения и так далее. Этот список и перечень можно продолжить, поэтому я полагаю, что здесь должна быть гармония, разумеется. И когда мы говорим все-таки о каком-то контроле, надо и контролировать, и помогать ребенку, что жизнь гораздо богаче, чем компьютер, я скажу только один момент. Компьютер все-таки, он представляет информацию в законченном виде. И он не предполагает развитие воображения, представления, вот эти психические познавательные процессы, которые предполагают чтение книги. Сейчас же дети почти не ходят в библиотеку, надо книжку открыли в интернете, читали. И мы откатились со второго места в мире, или, как говорили, что у нас страна была самая читающая, а в настоящее время мы находимся на печальном 36-м месте. Это проблема? Да, проблема. Вот поэтому я бы полагал, что именно в таком контексте можно и вести сегодня этот разговор. Вы хотели добавить, да? Я хотела добавить, в данный момент, моей дочери 23 года, она школу закончила очень хорошо, поступила на переводчик, она закончила бакалавр, уже знает два языка, английский, французский, сейчас мы изучаем немецкий и шведский. Она в магистратуре, магистрант, поэтому данную ситуацию, что она пришла через это, прошла через это, она сейчас вспоминает уже каким-то такой иронией. Надо же, говорит, мам, как я могла быть такой, что я не понимаю, у нас не компьютеры, у нас не игры, у нас социальные сети. Вот в этот момент у нас возраст, она попала в эту ловушку, мы не могли. Я говорю, я все-таки благодарна ей. Я в первую очередь благодарю ее, что она сама дошла, молодец, поступила и учится, и очень нравится. Сейчас пишем диссертацию. Очень, кстати, печально, что у нас не только подростки, дети, но и взрослые в социальных сетях просто-напросто погибают некоторые. Ребят, вот вы используете компьютеры, это ваше профессиональное оружие, да? Вы учитесь в социально-гуманитарном колледже на системных администраторов, да? У нас специальность вообще называется прикладная информатика, то есть у нас довольно обширная сфера, так сказать, профессии. Вы с компьютером на «ты», но тем не менее ни о какой зависимости речи не идет. Вы создаете только полезные дела. Вот расскажите, пожалуйста, о вашем проекте. Ну, проекта достаточно, ну, это как бы тоже скажется, но единственное, что хотелось бы еще добавить, что компьютер нужно рассматривать не только как зависимость какую-то, там также можно еще и полезными вещами заниматься, то есть не только играть, зависать в социальных сетях, но еще можно делать что-то полезное не только для себя, для семьи, но еще и для общества что-то полезное. То есть молодежь сейчас довольно разносторонняя пошла и не только играет в игрушки, но также сейчас появляется популярное ведение блогов, еще что-то, то есть они не просто зависают там, но что-то еще полезное делают, не только для себя. Вот про приложения вы расскажете, ваше мне очень интересно услышать. Даже не знаю, что конкретно интересует Про касаемые движения автобусов То, о чем мы делали сюжет, достаточно интересно и для горожан полезно Да, ну как-то вот у нас спонтанно тоже это все пошло Что необходимо было писать курсовую работу, третий курс И классным руководителям было вынесено предложение, что есть вот такой заказ То люди требуют, а ТП бы тоже как бы не отказались Не отказались бы, да, от такого приложения И как-то мы вот начали в этом всем деле пытаться разобраться, что-то сделать Ну вот успехи на данный момент есть, но все-таки еще есть к чему стремиться То есть работа не закончена, работа продолжается И со временем будем улучшать Тем не менее первый шаг сделан, да? Лариса Андреяна, вот расскажите, пожалуйста Мы говорили о том, как распознать, как избавиться от этой зависимости А как вообще не попасть в нее? Что нужно сделать? Конечно, вот чтобы не попасть, это в первую очередь родители должны на ранних, вот на ранних, на ранних этапах развития Понимать, что есть всего пять способов, как сделать так, чтобы ребенок чувствовал, что его любят Это прикосновения, это слова, искренние слова Не так молодец-молодец, а искренние слова Потому что у нас искренние слова обычно связаны с порицами, с наказанием А слова каких-то поощрений, они какие-то такие вскользь Вот, это время, вот что самое главное, время Потому что мы не оказываем ребенку времени целенаправленно для него Которое время будет только ему посвящено Только между делами, где-то вот в попыхах по ходу дела Вот, это помощь Ребенок просит помощь не потому, что он не может сам, может быть А потому, чтобы быть вместе со взрослым, с родителем И подарки, вот у нас сейчас культуры подарков нет вообще У нас отдариваются, откупаются от ребенка Денежки, да? Да, покупают дорогие вещи Тоже с таким же умыслом, что вот тебе и... Либо вообще дают деньги купили Или дают деньги, да А все-таки культура подарков, дарение подарков Это то, что ребенку на самом деле нужно На то, что у него хорошо, там внутри очень есть потребность такая Вот, и конечно, когда ребенок вот на интуитивном уровне В дошкольном возрасте, даже еще тогда Он эти пять путей к своему сердцу не чувствует У него начинается подсознательное ощущение Меня не любят Ну, меня не любят, значит, я пойду в другой мир Я пойду в мир виртуальный Там, где я могу быть хозяином положения так, как мне захочется И вот этот механизм очень, конечно, тонкий Его трудно расследить Но все-таки грамотные родители, мудрые Они, конечно, могут в эту ловушку не попасть И вот хотела бы действительно сказать нашей героине Вот Сурова сказала Вы фразу такую сказали Что мы не стали там ее как-то Ну, грамотно повели родители себя Не стали ломать, да? Не стали ломать, потому что Тут же во всех вещах очень работает Третий закон Ньютона Сила действия равна силе противодействия Обратно по направлению Чем больше детям будет Мы дем это запрещать Чем больше говорить, что это плохо Чем больше у них будет соблазн к этому приходить Поэтому тут главное не ругать И не запрещать А быть вместе, быть рядом Вот эти пять как раз путей к сердцу Их прокладывать И тогда будет все хорошо Да, Даниил? Да, прозвучала фраза И я с ней соглашусь О том, что вот у нас Компьютерная зависимость В данное время Перешла все-таки в сторону Социальных сетей В то же время В защиту социальных сетей Готов сказать, что это опять же инструмент У нас, к сожалению Темп жизни ускоряется достаточно серьезно И порой вот Ну, социальные сети позволяют Во-первых, информацию оперативно Донести людям, которые находятся Ну, в любой точке мира практически Второй момент Это они дают возможность Обменяться документами Фотографиями, видеороликами Ну, они в работе нужны Я вот кроме более того скажу В работе с молодежью Я использую социальные сети Опять же, не стоит их рассматривать как бич Нужно их рассматривать как инструмент А для того, чтобы, грубо говоря Уйти от этого на какое-то время Я вот не знаю Я для себя нашел туризм Дикий туризм наш Натрилегиональный Буквально недавно был Практически 5 дней без связи И, не знаю Вот просто сидение у костра с друзьями Молча Час Это, ну, это самое настоящее общение Даже просто сидеть и молчать О своем, как говорится Это лучше, чем просидеть там Хоть целые сутки В социальной сети Печатая сообщения И ставить смайлики Да, конечно Вот здесь очень интересный пример Помните, недавно вот были события в Крыму Когда были подорваны линии ЛЭП И на несколько дней крымчане оставились без света Помните, о чем они говорили? Вот как раз о том, о чем сейчас сказал Даниил Что они, наконец, начали общаться друг с другом Да, 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 я помню Вы понимаете? И вот этим все сказано Потому что, оказывается, есть другая жизнь Которая есть без телефонов Без телевидения Без кино И это называется, наверное, наука человековидения Когда мы начинаем общаться с друг другом И вот, как оказывается, что это лечит Это тоже очень нужно Поэтому еще раз говорю Вот здесь, конечно, мы ведем такой разговор Что надо найти золотую середину Компьютеры нужны Никто с этим не спорит Вопрос заключается, наверное, в том Каким образом ребенку помочь Не попасть в эту западню Попасть в плохие социальные сети Которые тоже, к сожалению, есть Играть в плохие игры Которые разрушают психику Они помогают ей Поэтому мы говорим Там, где кровь льется Поэтому здесь, конечно, эта проблема очень серьезная Ею надо, родителю, обязательно заниматься И еще раз повторяю, наверное Если раньше без компьютера человек Если у него были проблемы с общениями С общением Он эту проблему решал Либо самостоятельно Либо при помощи спортивной секции При помощи книги Где тоже очень много ответов есть на вопросы жизни То сегодня он уходит в эти социальные сети Или в игровые приставки Вот о чем речь идет Вот как здесь сделать так Чтобы не было ухода в такие социальные сети Где есть суицид Наша страна, кстати, занимает Одно из первых мест в мире По данной проблематике Но с другой стороны Компьютеры нужны Потому что министр связи заявил о том Что нам надо миллион программистов А у нас сегодня их 300 тысяч Вот у нас почти готовые сидят Компьютер это прежде всего что? Достижение цели Это прогресс Это экспертные возможности нашей страны Экспертные возможности Это наше развитие И поэтому, конечно, мы это хорошо понимаем Чтобы компьютер работал во благо Но ни в коем случае, конечно, не во вред Да, просто резюмировать немножко Вот такое хочу Действительно, компьютер работает во благо Когда то, что создается там В виртуальности Можно применить в реальной жизни Это и есть принцип моста Когда есть возврат Оттуда вот с тем, что мы там научились И то, что мы там добыли Вернули в реальную жизнь И там с этим это идет как-то на пользу Тогда вот и есть то, о чем я говорила в начале А если то, что происходит в компьютере Нельзя никаким образом вынести Вот мир социальный, конечно Тогда и соформируется зависимый Ольга Алексеевна, вот непосредственно С детьми работаете Скажите, пожалуйста, можно отличить ребенка У которого есть зависимость Либо какое-то еще не дошло до зависимости Дикое пристрастие к компьютеру От того, который как-то вот равнодушен Да, конечно, уже я остановлюсь на том мнении Которое транслируют многие ученые Говоря о том, что забивая голову Именно компьютерной средой У ребенка ухудшается развитие памяти Мышление нарушается И, соответственно, мыслительные процессы И запоминание нового материала на уроках А также применение его на практике Этот процесс также у него нарушается Поэтому здесь напрямую связано С его физиологическими развитием И с его возможностями Для меня вот самое страшное, кажется В этой зависимости Или просто в любви к компьютерам То, что наши дети теряют навыки общения Они говорят Я как бы это, ну как бы я пошел И они точно так же пишут сочинения На мой взгляд, это очень страшно Да, это действительно проблема На сегодняшний момент И я соглашусь с участниками этой передачи Действительно нас очень мало читают Потому что речь формируется Только через чтение И только через общение Поэтому здесь это действительно насущная проблема Когда человек не может выразить свою мысль Не может построить ее логически И поэтому это действительно проблема Сегодняшнего времени Продвижение своей точки зрения Представляете, какая полемика У кастрата разгорается Как развивается речь хорошо Все как бы, ну и это уходит Да, и я хочу дополнить Вот насчет того Что действительно нужно находить время Когда семья, дети, родители Отключать должны действительно Вот эти приборы, гаджеты Которые, может быть, каким-то образом Нам помогают Но с другой стороны Они превращают нас в зависимые от них И действительно очень хорошо Когда на выходные Семья будет выбираться В такие дикие места Отключаясь абсолютно от современного мира Насыщенного именно технологическими Всякими новинками И действительно на общении Нет ничего лучше Чем живое общение Родителей, детей друг с другом Это всегда приветствовалось И всегда, наверное, будет Переде планеты всей Нина Алексеевна, конечно, да Я хочу сказать все-таки В защиту компьютеров Именно как средство знаний Здесь есть возможность И посмотреть какие-то Образовательные фильмы в том числе И найти какие-то сложные вопросы По тем же урокам физики, математики, химии То, что сегодня Его он не увидел в школе В том числе То есть заняться и образованием Ребенок может Он может заняться И вопросами Просто прочитать электронную книгу Если ее нет Сегодня вот ни в домашней библиотеке Ни в другой библиотеке Он не смог найти Люди в разных нас живут в условиях Не только в городе Нам нужно не забывать Что многие наши телезрители Живут в теле, где В сельской библиотеке Не всегда есть все книги Поэтому вот здесь Нужно сказать за счету компьютера Сегодня Вот эти социальные сети Дали ребенку большой доступ К большому объему информации И если грамотно направлять ребенка Он может использовать этот доступ Именно как получение знаний То есть в дальнейшем Ребенку, конечно, пригодится Инария, вы сегодня Прямо для меня открылись Не только как экономист Но и компьютерный гений Вы столько много знаете Про компьютеры Моя специальность по диплому Экономическая кибернетика А, отлично Дмитрий, можно обратиться к вам Конечно, я восхищаюсь, да Что вы сами побороли Все, что с вами произошло А сейчас есть тяга Периодически какая-то к компьютерам Либо вы все же Компьютер мы видели Это у вас дома, да Проходили съемки? Нет, это у меня У товарища проходили съемки Потому что у меня Как я ни пытался Я не могу обратно Вызвать такой интерес к играм То есть я пытался Думал, ну сейчас вот Я время убью Поставлю какую-нибудь игрушку Поиграю Интересно было, помню Играю буквально пару часов Она мне становится скучно Интересной Я выхожу, закрываю Удаляю ее Ну просто Теперь нету такого интереса Что-то он пропал Я этому рад безграничный Отлично Лариса Андреевна Да, просто прозвучал Момент Убить время Убить время И я просто сразу Хочу сказать, что Мало кто знает, наверное Что у человека существует Семь видов времени Не считая Хотя каждое время Это тот ресурс Который каждому дан Порывно 24 часа в сутках Но у человека Семь видов времени Убитая Потерянная Украденная Подаренная Ну и И обновляющая Так вот Чтобы и убитое И потерянное время Превращалось в обновляющее Как раз надо Компьютер рассматривать Как ресурс Который можно будет Применять В жизни Спасибо большое Ребята А вы компьютерами пользуетесь Только На уроках Либо дома Вы тоже пользуетесь Дома тоже пользуемся Также играем Когда делать нечего Ага То есть Опять же Время убитое Да Ну а как-то его использовать С пользой С пользой Программируем Для общества полезно Как бы Для своих мозгов полезно Ставим что-то новое Ну вот Александр Ильич Только что сказал Что поставлены задачи Президента До миллиона До миллиона нам нужно Программистов Поготовить Пополнить ряды Мы готовы Ты готовы Конечно Это само собой Но еще хотел бы сказать Что играем Не только же Чтобы как-то Время убить Чтобы скоротать вечер Также же Чтобы Просто отдохнуть То есть Приходишь домой После учебы После работы Весь уже уставший Думаешь Сейчас бы Расслабиться Там С друзьями Зайти в какую-нибудь игрушку Полчасика Вечером побегать То есть Я не вижу в этом Ничего такого Прям Очень плохого Наоборот помогает Расслабиться Немножечко Отойти от реальности Да Ну Немного Да Вы знаете Вот мы сейчас говорим И я стою тоже В голове У меня мысли крутятся И мне становится страшно Потому что я например Не могу жить уже без интернет-магазинов Видимо я уже тоже стала Какой-то зависимой Ну Это Удобно Вот кто-то еще пользуется Либо это Да Само собой Да Александр Ильич Можно в микрофончик Если можно Вот Наши молодежи Ведь У нас Вот сейчас Получает развитие Многофункциональный центр Вот Мы Сейчас Рассматриваем Сейчас Компьютеры В плане Вот игромании И опять же Соцсетей А вот посмотрите Действительно Там много полезных вещей Которые Помогают нам Просто жить Мобильный банк Различные приложения О чем мы сейчас говорим И вот МФЦ в том числе Да Вот вы Своих Мам и пап Может быть Бабушек и дедушек Вот помогаете им В том Чтобы они действительно Овладели компьютером И чтобы они Не ходили Допустим В аптеку Не ходили бы За билетом А вот они Могли бы Посредством компьютера Сами Самостоятельно Решать эти проблемы То есть Чтоб им просто Было удобнее И быстрее Решать те проблемы Которые перед ними Встают Потому что мы Только сейчас Говорим об игрушках Правильно или нет А вот С точки зрения Оказания помощи Да Конечно В этом году Готовы заниматься Родственникам Конечно же Помогаем Все подсказываем По поводу и компьютеров И мобильных устройств Также Единственное Что у нас В городе Ну и особенно В нашем округе Не очень развита Вот эта вся Электронная Так сказать Система Потому что Вот у нас В ту же больницу Конечно есть у нас Сайт Что можно записаться Но не всегда Это удается И не всегда Потом у тебя Получается в очереди Доказать Что ты все-таки Записан к этому врачу То есть Надо совершенствовать Систему Для того чтобы Как-то Показать Рассказать Мы это все можем Но дело в том Что как это еще Реализовано Не очень Конечно на Достойном уровне То есть Еще тоже есть К чему стремиться А так конечно У меня Бабушка живет Не в городе То есть Приходилось Учить пользоваться Ее Социальными сетями Тем же скайпом Контактом Чтобы Молодец Возможность Просто созвониться Где-то Пересечься Как-то Спасибо Можно я еще Скажу По такому вопросу Например У нас сегодня Организованы Компьютерные курсы Для пенсионеров Эти курсы Очень востребованные И на фактическом Конкурсе Пенсионеров Владевших Компьютерной Грамотностью Самым Возрастным Участником Был представитель Сашего округа Да В возрасте 76 лет Человек Выехал На конкурс По компьютерной Грамотности В этом Говорят всегда Что-то плохо На самом деле Это не так Вот вы говорили Интернет-магазины А интернет-банк Представьте Сколько времени Можно сэкономить Конечно Не выходя в банк Мы сегодня все Привыкли к карточкам Мы сегодня все Привыкли К достижениям Электроники Это одно Из достижений Электроники А сайт Госуслуг Вот то что Говорим о ФЦ Это И регистрация Недвижимости Это Из получения Заграничного Российского паспорта Это очень много Услуг Которые может Человек Сэкономить Своё время Особенно Вот в условиях Нашей жуткой занятости Нужно расценивать Компьютер Не только Как средство игры Хотя Наверное Для ребёнка Это тоже важно Но и как средство Получения Какой-то услуги И родители Тоже ребёнку Это должны донести Понимаете То есть нам нужно Понимать Что компьютер Это прежде всего Наш помощник И только чуть-чуть Развлекающая программа Если мы это донесём До ребёнка Это наверное Его избавит От зависимости Кто хочет добавить Бабушка Моя конечно К сожалению Уже далеко За тем возрастом Чтобы новые гаджеты Осваивать А вот родители У меня пенсионного возраста Зарегистрированы В социальных сетях Но с Украины И там с родственниками Общения по скайпу Находят Одноклассников Там своих Дальних родственников Общаются Но собственно Услуга интернет-банкинга Конечно пока Только пытаюсь обучить Сам пользуюсь активно Но фактически В банке не появляюсь Все платежи Включая штрафы Там ВДД Там ещё что-то Это всё Через интернет Хоть с телефона Хоть с компьютера Но это у нас Сфера развита Нам пришло время Подводить итоги Нашей беседы Было очень много Мнений высказано Начали мы конечно С таких вот печальных Негативных историй В результате Мы пришли к выводу Что компьютер Это вовсе Не такое уж и зло Как мы его себе Представляем Самое главное Мир во всём Лариса Андреяновна Я вас попрошу Резюмировать Нашу беседу сегодняшнюю Потому что Всё у нас идёт Из головы Прежде всего А вы как психолог Я думаю Наиболее точно сможете Всё даже идёт Не от головы А от подсознания То что Ребёнок чувствует Не только что он знает Что ему закладывают в голову А то что он чувствует В первую очередь То и будет потом Работать в его реальной жизни Поэтому если Взрослый Ребёнку Будет На подсознательном уровне Доносить Что мир прекрасен Что на самом деле В мире очень много красок И много удовольствия И радости То конечно Он наверное Я думаю Что не попадёт В такую ловушку И будет со здоровой Благодарю вас Лариса Андреяновна Пожалуйста Да Ещё также хотелось бы сказать Конечно Что родители Должны донести ребёнку Что в компьютере Есть не только развлечение Но ещё и есть От него польза Причём польза Довольно таки большая То есть не нужно Зарываться там Только в игрушках Нужно показать ребёнку Что он может Ещё как-то Самосовершенствоваться С помощью компьютера В общем-то То о чём Мы с вами сейчас говорили Я вас благодарю За участие в программе Это была программа Есть вопросы Увидимся через месяц Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова